Сегодня в этом выпуске я покажу вам, какие караваны можно купить в Турции за буквально 1 миллион рублей. Привет, кто впервые попал на наш канал, мы путешествуем в нашем бусике, проехали огромнейшее количество километров, но сейчас так случилось, что наша машина находится в сервисе, блин, и 8 июня было уже ровно месяц, как она там. Мы решили сделать полный апгрейд нашей тачки, начиная с подвески, заканчивая вдвиглом. Короче, это люто долгое, люто дорого, но об этом в другом выпуске, пока снято 2 выпуска про эту тему. И, конечно же, мы уже давно подумываем купить себе караван, но все никак. То мы слетали в Таиланд и конкретно растратились, что, знаете, так караван мимо нас проехал, то сейчас вот этот полный апгрейд тачки, это тоже почти караван мимо нас проехал. Но мы всю очередь поняли, что мы можем сюда их привозить в Россию и продавать тем людям, которые хотят путешествовать с караваном. И есть ребята, которые спрашивают, слушайте, вот у нас есть 800, миллион, миллион двести, а есть что-нибудь на такой бюджет? И вот в этом выпуске как раз я хочу показать вам эти караваны. Весной мы были в Турции, и одной из целей данной поездки было договориться с выбранным поставщиком о условиях и небольших переделках караванов для российского рынка. Сели мы за стол переговоров, сейчас будем решать очень важные, на самом деле, вопросы. Помимо этого мы посещали большую выставку в Анталии, где были представлены классные производители. Но мы для себя точно поняли, что производители, которого выбрали мы, это реально лучший в сегменте цена-качество. Чтобы вы понимали, нужно немного посмотреть сюжеты с выставки, и вы точно поймете, что действительно их в Турции огромное количество. Есть и полноценные автодома турецких производителей, и импера. Интересно, конечно, позаходить в эти все дома, здесь это можно сделать, смотреть, как все устроено. Хочу быстро, бегло вообще посмотреть различные какие-то варианты, а потом уже заходить во все и прям... Вот, например, смотрите, бус. Но все же они уступали тому производителю, которого выбрали мы. Для тех, кто впервые попал на наш канал, лучше, конечно, посмотреть вот эти вот два видеоролика. В первом видеоролике мы ездили на производство, договаривались, смотрели. Я лишь включу сюда сейчас обзор одного каравана, чтобы вы четко понимали, про какое качество, про какой стиль и дизайн каравана мы говорим. Пройдем вот, который напротив 5х410, чуть другая у него планировка. Вот, здесь уже планировка, цвет, кстати, здесь поинтереснее, ну, лично для меня. Но здесь вот именно планировка с двухъярусной кроватью. Вот нам, например, это кайф. Вот она опускается, ставится лестница. Шикс. И здесь то же самое получается кровать односпальная. И здесь уже двуспальная кровать. Ну, и ящиков, естественно, тоже много, но вот здесь они уже будут отсутствовать. Но зато есть двухъярусная кровать. Вентилятор. И две скорости. Вот. Можно, конечно, дополнительно устанавливать кондиционер, что, например, вот в люксовой комплектации точно будет. Так. Вот, пожалуйста, душ. Так. Здесь все то же самое, сколечница красивая. Здесь раковина. Вот, фонарики. Все это дело, все имеется. Ну, а во втором видеоролике это обзор каравана, который приобретался осенью как раз для тест-драйва, чтобы понять, стоит ли он. И данный караван уже проехал по Турции по различным дорогам, проехал несколько стран в Европе. И мы поняли, что, блин, это действительно классный караван. Забегая вперед, я хочу сказать, что у вас есть возможность приобрести караван. Прайс-лиз, комплектация и шесть моделей, которые мы представляем на российском рынке, вы можете получить, написав мне в личку в телеграм-канал. Ссылочку я оставлю там в описании. Просто зайдите, перейдите, даже если не собираетесь ничего покупать. Просто для своего кругозора запросите и посмотрите. Вообще караван такая история, что она цепляет и со временем к этому приходишь. Мы на самом деле время вообще зря не теряем. И пока у нас машина находится в сервисе, мы заказываем те товары, которые нам будут необходимы в новом путешествии. Вообще мы полностью вообще апгрейдимся. То есть там, не знаю, даже начиная от ложек, заканчивая вот кухонным модулем, мы заказываем абсолютно все, что устало. В том огромном двухлетнем, получается, путешествии. И врываемся в эти путешествия уже со всеми новыми товарами. Вот нам сейчас пришла новая посылка от нашего любимого магазина Китворда. И сейчас мы будем распаковывать. Посмотрите, какая огромная посылка нам пришла. Сейчас будем каждую коробочку вскрывать. Смотрите, это электрическая помпа. Помпа, конечно, электрическая. Это безумная нужная вещь в путешествиях, поверьте. Потому что у нас обычно была ручная. А теперь вот такая вот стильненькая заряжается при помощи USB. Здесь, собственно, вот все идет в комплекте. И провод, и сама лейка металлическая. И непосредственно подключается сам шланг. Здесь также есть для Настенки массажеры для лица. Она очень давно хотела. Я очень люблю делать массаж лица по утрам. Особенно он хорошо помогает от отечности утренней. И я уже испробовала разные массажеры. И вот еще один. Любой массаж лучше всего делать снизу вверх, как идет лимфа. Вот очень удобный этот массажер тем, что можно вот так вот прорабатывать вот эту зону. И поднимать вверх. Подтягивается кожа лица. Также делается вот так, например. Уже овал, да, мы делаем. Массажер вот такой вот, перкуссионный. Настенке давно хотел такую штучку подарить. Инструкция, магнитик и сам массажер. Здесь получается несколько насадок. Каждая насадка отвечает за свой массаж. Назовем это так. Вот такая. И еще две. Вот. Здесь понятно, провод заряжаться. И одна насадка стоит на самом массажере. Офигеть! Здесь три скорости, кстати. Есть еще четвертая скорость. Вот это эффект! Слушайте, я его себе попробовал. Там аж мозги подлетают там в голове. Да, вещь хорошая. Особенно, когда долго едешь. Потом остановился. Вот так. Класс! Сенсорный диспенсер для жидкого мыла. Это, кстати, очень важно, потому что таскать мыло постоянно туда-сюда не прикольно. Вот так чик, с руку поднес и все. Выглядит он следующим образом. Вот, пожалуйста. Есть два режима. Одна капля, две капли. Специальные резинки, чтобы не скользило, тоже очень важно. Ну и, собственно, вот так вот сюда набирается жидкое мыло. Большой набор со всякими вот этими ложками-поварешками. Получается, здесь 11 кухонных предметов. Давно дети просили хорошую колонку. Мы взяли такую стильную, длинную. По вечерам собираться, смотреть какие-нибудь фильмы. Классно, сейчас распакуем. Парни, я про вас тоже не забыл. Это вам. Рокки делай, да, с колонкой? Да! Или фильмы только смотреть? Фильмы смотреть. Ладно, на, распаковывай, Тём. Так. Привет! Здесь есть вход AUX, USB, под флешку и, видимо, заряжаться. Включаем. Ну и теперь послушаем музыку. Давай. Следующий дозатор для масла и уксуса. Очень важная вещь, в принципе, в быту, в хозяйстве, но в путешествиях, тем более, ем. Наливается уксус и масло. Ну и, собственно, так распыляется. Но уже будем смотреть, тестировать, когда будем ехать в дороге. Вот такая вот штуковина. Это набор автоматических мельниц для соли и перца. Под новый модуль, под новую кухню. Вот такие вот автоматические мельницы для соли и перца. То есть сюда вставляются батарейки. Закрывается всё это дело. Нажимается и перемалывается. Кто давно подписан, знает, что я любитель стричь своих мальчишек. У меня большой опыт. Я так и почти парикмахер, можно сказать. Тоже новую машинку в путешествиях. Прям самое то. В комплекте инструкции. Специальная смазка. Кисточка, зарядка, насадка. Ещё вот такая вот насадка, которая собирает волосы при стрижке. Ну и сама машинка. Вот она шкала. Ну посмотрим сейчас, как она будет в деле. Ну вот, достойно лайка. Пим-пим-пим. Мы любим пить чаи, любим пить кофе, поэтому заказали вот такой вот френч-пресс. Но дело в том, что сколько френч-прессов у нас было. Они все стеклянные, разбиваются, срок службы не очень долгий. А вот это вот френч-пресс металлический, тоже серого цвета. Нам тут недавно, друзья, привезли чаёк прямиком из Шри-Ланки. Это самый вкусный чай, который мы когда-либо пили. Поэтому заваривать его сейчас будем в наш новый френч-пресс. Ну какой стиль, а? Ну какой стиль. Корпус сделан из нержавеющей стали и объём этого френч-пресса 1 литр. Что на нашу семью, то, что нужно. Ну и самое крутое, без чего были наши путешествия, пожалуй, ребята, всегда, почему-то, никогда у меня не было это в машине. Я, в принципе, никогда колесо не пробивал. Насос нового поколения. Вот так вот он выглядит. Сейчас всё будем вскрывать, открывать. Как всегда, инструкция. Работает тут прикуривателя. Здесь также есть отсадки под велосипедные колёса и под мячи. Сразу проверим работоспособность. Так, что здесь выставляется? Бар. Надеюсь, он мне никогда не пригодится. Как всегда, друзья мои, ссылочку на магазин Китфорд я оставлю там в описании. Там же оставлю и промокод. Переходите, заказывайте себе удобные вещи для путешествия. Так, мы приехали. Ты куда меня привёз? Как в том мультике, да? В общем, приехали мы ещё к одному производителю. Навигацию давал ты? Да. Не, навигацию давали они. В общем, здесь огромный шоурум караванов производителей. Но это уже, так сказать, бюджетная версия. И здесь... В общем, сейчас будем смотреть, что это за модели. Ну вот, смотри, видишь? Ну да, видишь, уже качество. Тут уже не такая история, как на тех караванах, кто пропустил тот выпуск. Обязательно посмотрите. Это будет полезно тем людям, кто говорит, а я вот видел, например... Дешевле. Дешевле, да? То есть, пожалуйста, вот они стоят. Пластик, да? То есть, как бы уже не монолитный этот... Как он называется? Моноблок, да? Да. С кориэстра. То есть, вопрос, сколько он будет ходить. Вот здесь прицепы, кнот. Кнот неплохие, кстати. Кнот, а вот это... Нет, смотри, вот это вообще не кнот. А нет, тоже кноты. То есть, здесь кноты, здесь не алки. Алка это, я так понял, немецкая. Немецкая, да. А кноты это турецкая. Так, что тут, комплектация написана, да? Файсал, переводи. Что тут есть? Что это написано? Контрол какой-то? А, потому что он здесь вот, XXL. Ну, типа этого нету, наверное. Ну, я думаю, что нету. Или, может быть, они... Хочешь или есть. Потому что здесь уже пишешь клиенту имя. И, наверное, они уже купили вот это. А, в общем, знаете, как мы сейчас сделаем? Ну, вот примерно вот сейчас вот снаружи вы видите вот эти комплектации. Вот, например, видите бокс, фрундук. И здесь вот так вот зафигачено под автоном. Ну, посмотрите, да? А вот здесь поплотнее материал. Тоже тент, стеклышки, колесики, маркизы. Но сейчас будем с ними общаться и понимать уже, что по ценам. Но вот они, говорю, они прям вообще бюджетные. Прям привлекательно бюджетные. Поэтому мы решили вот и посмотреть их. Вот эти модели немножко, я думаю, подороже. Здесь, видите, рундук уже сделан вот так. Швы. Слушай, ну вот эти вот, они получше. Видишь? Так, что внутри? Ага, внутри дизайн мне нравится. Мебель. Мебель внутри прикольная. Че? Оно открыто. Но все, можно шариться. Вот представляете, насколько в Турции безопасно, да? То есть даже не замыкают. Зашел, дверь, вот, без окошка. Здесь все этим промазано дополнительным. Тоже раскладывается нижний ярус, матрасики. Также холодный работает. Да? Но он просто подключен. Слушай, мне вот здесь мебель нравится у них. Говорил, типа, за кончик заклеенных. Да. Но они же нам тоже сказали, на Россию мы вам оклеим. И сделаем, да, окантовку. Это очень важно, на самом деле. Так. Полки. То же самое, видите, панорамное остекление. Все это дело зашторивается. Но по материалам, конечно, не похуже, ребят, похуже. Вот эта сетка, форточки. Так, холодильничек. Причем такой небольшой, но с морозилкой. И туалет с душем. Ну, здесь все то же самое под дом. Угу. Ну, вот такие вот караваны. Просто рай, да, такой. Такой вот в атмосфере мы начинаем обсуждать условия на серьезных шахтах. Сейчас я вам покажу еще прицеп, который я бы тоже очень хотел завести в Россию. Он прям классный. Я его видел в интернете. И я думаю, где, кто, производитель, как их найти. Вот он. Вот он прям перед нами. Это пиксель. Здесь помещаешься в полный рост. Здесь есть модуль. Вот управление. Классно. Все на минималках, но вот у вас есть абсолютно все, даже душ. Сейчас узнаем за цену. В Турции, по-моему, он что-то 110 или 120 тысяч рублей стоит. Прикиньте. Смотрите, какая красота. Маленький, аккуратненький. И это не капля. Здесь ты полностью можешь помещаться, как тебе нужно. Вот этот маленький пиксель. Сейчас узнали цену. Стоит 205 тысяч лир. Но это вот по этим деньгам. 205. Сейчас мы попросили показать самый лучший здесь караван. Сколько она сказала цену? 300? 300 с чем-то. 320, что ли? Да, по-моему, 320. Вот сейчас хочется очень посмотреть качество вот этого каравана, самого премиального, который здесь у них стоит, в этом шоу-роме. Ну и чтобы можно было сравнить. А, мы его и смотрели, получается, да? Вот этот вот стоит 300 с чем-то тысяч лир. Вот как это здесь все устроено, ребятки. Ну, это вот на самом деле вот ознакомительное. Мы не просто так выбирали того производителя, потому что это прям уровень классный. По подвеске. Ну, здесь тоже самое. Какие-то жгутные истории. У нас, помните, амортизаторы будут. Здесь летний душ. Здесь залив воды. Ага. Так, ну, в принципе, я вам показал, как внутри. Мы, как знали, мы прям в него и заскочили сразу. 320 или 340 тысяч лир. Вот эта комплектация. Сразу. 300 тысяч лир он стоит. Вот. Это я на первом этаже сел посидеть. Сядь, посиди, Дим. Я здесь не вхожу даже. Здесь обычные вот эти первые. Вот смотри, там. Теперь отсюда не вылезешь. Ага. Ну, все очень... Все колхозное, если честно. И, знаешь, я тебе честно хочу сказать, вот, если его провести по тем дорогам, вот, где даже я проехал уже, да, на аэр-караване, он развалится, потому что он уже разваливается. Он не развалится. Просто, да, стоит на месте. Это тоже, да. Кромка, смотри, кромка, хоть и есть кромка, да, по вот этому, но посмотри, она такая некачественная. Она тут же у тебя отколупается, отвалится. Это вот вам сразу даем обратную связь сходу. Вот эти тоже тоньше, некачественнее, чем там, допустим. Это вот посмотри, как колхозно, да. Ну, то есть, как бы здесь надо... На вкус и цвет, конечно, бюджет для многих играет роль, но, на мой взгляд, лучше... Сколько получается у того самого дешевого была разница? 380, да, тысячу лет? Да. То есть, разница 20%, но при этом абсолютно... Абсолютно, да. Вообще прям... Так, показывают нам еще один. Не совсем не нравится вот эта история, такая не аэродинамичная, да, как-то вот он такой прямоугольный. Понятное дело, что здесь есть всякие ящики. Здесь вот рундук уже поинтереснее как бы сделан, да. Так, прицеп, кнот. Ну, все то же самое, пойдемте вовнутрь. Мне внутри там приглянулось, что там все такое светленькое, аккуратненькое. Да, пойдемте посмотрим. Здесь нас сразу встречает, значит, душевая кабина. Ага, но здесь, видите, еще не поставили. Здесь установят раковинку, установят свет, это биотуалет. Здесь вот... О, слушай, ну вот это прикольно. Смотришь? Нет. О, интересная задумка. Или просто кровать. Так, пробую, пробую лечь, да, вот мы экспериментируем, чтобы все понять, как, опа. Ну, вот я в полный рост сюда вхожу, еще получается, смотрите, с каким запасом. Дима, не смотри, ты сюда не влезешь. Вот. Я пропилю дырку здесь. Да, 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 да. Нет, можно вот на второй, на второй. Ну, здесь плюс-минус даже еще можно сидеть. Но здесь нереализован подъемный механизм кровати, и низ он не складывается. Да, вот это точно лучше. Вот это получше. Да. Здесь простор, как-то побольше. Но мне не нравится не обтекаемость у него. А, диск. Так, плита газовая. Шкафчиков много. Группа обеденная. А тебе удобно за такой группой будет сидеть? Мне кажется, очень неудобно. Наверное, нет. Неудобно. Ты как в Азбекистане. Ахота повыше. Да, ахота повыше для нас, да. Здесь должен стоять в холодильник. Кстати, смотри, они все здесь сделали на улицу. Слушай, а это вообще не проблема. На самом деле дырку сделайте, поставите. Ну, все равно то, что сразу есть. Вот. Такой. Сколько он тоже? Триста. Да. Из Фессии. Ханадный. А полная комплектация, все будет. Ну, в комментариях напишите, как вам такой. Нам сейчас покажут, как раскладываются группы. Посмотрите, какой геморрой происходит. Они так делятся. Спинка. Да. Вот. У тебя как бы кровать. Но при этом, что делать со столом, нам так и не сказали. Она говорит, кто-то ложит сюда этот стол, когда ты едешь. Кто-то на низ. Но по факту стол у тебя, вот этот вот, он всегда будет болтаться. И это вообще очень непродуманная история. Поэтому вот важно смотреть и понимать, как это все будет. Да, я с кровати. Я с кроватью понял. За стол я беспокоился. Куда стол девать, когда ты едешь? Вот. Вот видите, говорит, что вот ты просто, ну, ложишь его сюда, чтобы он никуда не вылетал. Вот так вот. Что думаете? Пишите в комментах. Давайте я вам покажу еще один. Слава. Вот так мне предлагают, да, 100 рублей? Да. Да. Вот этим острым, острой вот этой штукой прямо сюда. Вот. Вот они так и сказали. Вот. Мне здесь очень понравился цвет. Ну, вот планировки, да, действительно такой прикольный. Здесь вот эти дверки, купешки. Они реализовали в душ небольшая раковинка. Из нее так же и вытягивается этот. Сама душевая лейка. Здесь устанавливается биотуалет. Шкафчики, кухонка. Слава. Что? Если бы я такой караван купил и показал его жене, меня бы она... Убила. Выграла из дома, сказала, что живи сам. Вот такой вот караван. Да, ну, это важно было сюда приехать, посмотреть. При этом при всем... Короче, смотрите, они как бы не производители. У них здесь представлены... Сколько? Шестин, она сказала? Производители. Я так понял, они как тоже дилеры здесь в Анталии. Да. От нескольких производителей, то есть работают. Здесь классная возможность посмотреть. Мы на выставке, конечно, смотрели, ничего лучше не нашли. И сейчас вот приехали посмотреть действительно бюджетные варианты и понимаем, что это... А еще здесь такой запах стоит, едкий. Вот. Можно, наверное, отравиться через час. Ну да. Вы же будете платить деньги, и мне бы вообще не хотелось вам пригнать что-то вот такое, чтобы потом меня добрым словом вспоминали. Не, не только меня, и тебя тоже. Смотрел, здесь резанули. А, ну ладно, пофиг, так ясно. Ну, пусть так и будет. Такие дела. Попросили... Вот после Pixel'а у них следующая идет модель, которая самая вот бюджетная. Стоит 199... Ну, короче, 200 тысяч лир. О, Файсал дешевле, чем тот Pixel'а, что ли? Да, да, да. О, нифига себе. Короче, ящик, все понятно, с этим все понятно. Остекление здесь, вот открывающееся окно. Здесь это... Значит, что там у нас? Второй ярус? Да, это второй ярус. На первый, на второй. Здесь гостиная. Викинг, смотри, резина Викинг. Зимнюю резину, кстати, воткнули. Реально, смотри, ну... Прикольно. Так, дальше, что у нас здесь по кругу? Здесь ничего, кроме габаритов, да? И пойдемте вовнутрь. Вот, а здесь они реализовали. Вот, можно хоть как-то закрепить эту дверь. Других как бы не было. Вот все в мелочах, ребята, все в мелочах. Вот, пойдемте вовнутрь. Смотри, смотри. Например, это самое дешевое, караванда. И здесь, например, нам были, это пластик. Ага. Все, да. Вот они пластик, а которые было около 300, они... МДФ. Да. МДФ и... Так, здесь продолжение столешницы. Здесь раковинка. Все вот это вот сделано, это... Ну, пластиковая история. Розеточки. Вот, свет включили. Шкафчик. Есть. Шикс. Маленькая газовая плитка. Ну, вот. Вот так. А стол? Ну, слушайте, я, конечно, что-то не понял. А, все понятно. Его можно нарастить. В принципе, прикольная функция. Понятное дело, здесь раскладывается кровать. Есть телевизор. Это холодильник. Вот. Подсветочки. Управление Вибаста. Что, кстати, вот нам тоже писали, что лучше, чтобы управление было под взрослой кроватью. Был. Здесь шкаф можно хоть для чего сделать. Здесь у нас люк с москитной сеткой. И, да, только с москитной сеткой. Получается, две кровати. Вот так вот. Вешалочки. Прикинь, здесь пуховики повесили, да? И, ну, понятно, да, все биотуалет. И душевая кабина. Ты сказал, да, разницу в чем? То есть, вот эти стеновые панели, здесь все пластиковое. То есть, там МДФ, ну, как бы, покрепче, да, потому что протыкал. Вы сами видели все своими глазами, ребятки, и дополнить даже мне нечего. От себя вы можете просто писать комментарии. Кто не в теме, говорю еще раз, посмотрите те выпуски, которые мы снимали про караваны, на которых остановились мы. И тогда у вас четко пазл сложится. Но на самом деле, реально, за миллион, за 800 можно купить в Турции караван и сюда его пригнать. Но мы это делать точно не будем. Это покупать не у нас, либо самостоятельно. Потому что продавать, лишь бы что-то продать, либо продавать не очень, нам этим заниматься неохота. Поэтому мы будем завозить именно те караваны, на которых мы остановились. Они действительно классные. Я очень надеюсь, что следующий выпуск уже будет на нашей машине. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok